Число зарегистрированных преступлений на территории Самары в 2016 году значительно снизилось. Уменьшилось число убийств, мошенничеств, разбоев, угонов автомобилей и уличных преступлений. Полицейские отметили позитивную роль общественных организаций в выявлении правонарушений. Глава города Олег Фурсов поблагодарил силовиков за помощь в демонтаже несанкционированных рекламных счетов, закрытии незаконных питейных заведений, ликвидации нелегальных автостоянок и ларьков. Это будет хороший урок тем, кто совершает такие правонарушения. Полиция активно подключается к борьбе с незаконной рекламой, с незаконными торговыми точками, несанкционированными торговыми местами. Мы видим поддержку и надеемся, что эта поддержка будет в дальнейшем только усиливаться. Текущий год, год экологии, объявленный президентом, он налагает особую ответственность и на органы полиции в плане наведения порядка, ликвидации несанкционированных свалок, их предотвращения. Особое внимание силовиков в этом году будет уделено борьбе с незаконной рекламой. К этой работе привлекут не только сотрудников полиции, но и общественников. Об этом договорились начальник городской полиции Дмитрий Блохин и глава Самары Олег Фурсов. Информацию будем получать, будем ее проверять. Здесь, конечно, больше речь идет о профилактике, профилактическими мерами. Будем убеждать людей, что этого делать нельзя. В ходе коллегии зашла речь и о необходимости обучения личного состава английскому языку в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу. Уже этим летом более 300 полицейских пройдут обучение в Нижнем Новгороде.